Здравствуйте! Это новости на шестом канале. Последний праздничный выпуск уходящего года для вас проведем мы. Режиссер монтажа Никита Каргаев и шеф-редактор Валерия Саенко. Здравствуйте! Каким будет новый 2019 год? Возможно, таким же, как и его символ – свинья. На что ты намекаешь? Не пугайся. Астрологи утверждают, что грядущий год обещают быть денежным и удачливым, как свинья-копилка. Особенно для тех, кто задумал в 2019-м продвинуться по карьерной лестнице. Наш корреспондент Влада Миткова изучила символ 2019-го на живом примере. Но с кем провести Новый год, как ни с его символом, можно, конечно, решиться на отчаянный поступок и завести большого поросенка. А можно вот такого маленького мини-пига – хрюкающего друга. Кстати, в переводе с английского обозначает «маленький поросенок». Держи. Светлана Счастлива – обладатель мини-пига. Вот уже два месяца хрюшку зовут Нюша. Насколько животное может быть домашним питомцем? Такого питомца, как Нюша, домашним причислять невозможно. Уход очень сложный и, наверное, большая степень дискомфорта. Доставляет то, что от нее много запаха и много испражнений она производит ежедневно. Мини-пиги были выведены на основе вьетнамской породы свиней. Вообще мини-пиги весят от 9 до 120 килограммов. Последняя цифра, кстати, не кажется маленькой, но вот обычные белые свиньи, только вдумайтесь, весят около 300 кило. Мини-хрюшки бывают разных окрасов, как и их крупные сородичи. У мини-пигов щетина практически отсутствует, поэтому аллергии они не вызывают. Кстати, дома уходу за мини-пигами много времени уделять не нужно. Достаточно ее купать несколько раз, ну достаточно, наверное, пару раз в неделю ее искупать. Потому что в пословице есть такая, да, свинья везде грязь найдет. Наша Нюша тоже ее везде ищет всевозможным способом. Купаться любит. Наливаем ванну, она там стоит, балдеет от теплой водички, прикрывает глазки от удовольствия, когда бока намыливаем. Ночью мини-пиги спят так же, как и люди. Наши героини Нюши не исключение. Ну а есть небольшой поросенок все подряд. Основа рациона Нюши это каша, а лакомствами являются яблоки и кабачки. Стараемся ее не перекармливать, три раза в день она у нас кушает, потому что нам надо в кадре иметь красивую стройную поросеночку. Выяснилось, что купить мини-пига у Владимира не так-то просто. В зоомагазинах их практически не продают, а привозят только под заказ. А на Авито в нашем регионе одно единственное объявление. Мини-поросят возрастом до двух месяцев владелец продает за 20 тысяч рублей. Вот небольшая инструкция для тех, кто все же отважился завести мини-пига. Обустроить для питомца спальное место в виде домика или подстилки. Организовать гору из тряпок, чтобы питомец смог ворошить ее рылом, как того требует генетика пига. Купать пига два раза в неделю со специальными моющими средствами для животных или в простой воде. Убрать из зоны досягаемости любопытного пига потенциально опасные предметы. Установить лоток, но не приобретать наполнитель, поскольку питомец просто разбросает его. И еще одна важная деталь для потенциальных заводчиков. Мини-пиги живут 15-20 лет. Да-да, вы не ослышались. Зато друзья-мини-пиги общительные отлично ладят не только с людьми, но и с другими домашними животными. Никита, как будешь отмечать Новый год? Планы уже есть? Ну, стандартная программа. Друзья, шампанское, салют и бой курантов. Вижу, ты чтишь традиции. Так отмечали, наверное, испокон веков. А вот что меняется со временем при встрече Нового года, узнала наш корреспондент Маргарита Махрова. Вместе с ней предлагаю совершить путешествие во времени на 50, 100 и 1000 лет назад. В Новый год мы всегда мечтаем о будущем и вспоминаем о прошлом. И сегодня мы попробуем с вами отправиться в необычное путешествие на 50, 100 и даже 1000 лет назад. Каким был Владимир, узнаем прямо сейчас. Чтобы отправиться на 1000 лет назад, нужно проявить немало фантазии. Информации о том, как наши предки встречали Новый год в то время, сохранилось очень мало. Неизвестно даже, когда конкретно в древности происходила смена лет. Так как здесь на нашей земле жили финно-угорские племена и восточнославянские племена, то мы можем лишь предполагать, что основные празднества новолетия могли отмечать в январе, а может быть еще могли отмечать и в декабре, когда день солнцестояния был. И соответственно у нас день побеждал ночь. Вероятно, тогда наши предки и проводили определенные ритуалы, которые должны были обеспечить богатые урожаи и милость богов. О том, как 100 лет назад владимирцы встречали Новый 1919 год, сведений, конечно, сохранилось гораздо больше. Например, в областной научной библиотеке хранятся книги воспоминаний от свидетелей той эпохи, различные манифесты партии, бюллетени и вестники, научные труды. В первые постреволюционные годы владимирцам, как и всем жителям страны, жилось очень тяжело. В 1918 году страна вышла из Первой мировой войны. Ее раздирали внутренние противоречия, политические и экономические проблемы. Во Владимирской губернии было голодно, деньги обесценивались, и людям нередко приходилось менять свои вещи на еду. Они хотели только одного, чтобы это скорее закончилось. Голод, разрыв коммуникаций. Поэтому, если мы говорим о том, как встречали Новый год с 1918 на 1919, это вопрос ставил вообще, что-то есть можно будет, мы что-то найдем. Но даже в тяжелые времена жители города и губернии продолжали заниматься творчеством и старались верить в лучшее. Сохранился даже такой вот сборник стихотворений, владимирских поэтов, изданные в 1922 году. Через полвека все изменилось. 50 лет назад Новый год стал для владимирцев настоящим праздником. Советские граждане сами создавали себе настроение. Правда, выходным тогда был всего один день. Зато как тщательно готовились к Новому году. Сначала наряжали живые елки, искусственных еще не было. Игрушки и украшения часто делали сами. В 50-е и 60-е годы вешали вот такие вот игрушки, которые делали из бус, шариков, собирали их. Ну вот тут вот этот наподобие спутника, это вот мельница старинная. А вот это вот самое старое, которое у нас сохранилось, это вот снежинка, сделанная из мягкой проволоки. Одно из главных событий в жизни Лидии Николашкиной случилось именно в Новый год. Любимый человек Николай сделал ей предложение, и с тех пор они не расставались. Под Новый год в их семье всегда устраивали костюмированные представления с переодеваниями, готовили пельмени. А после, как и многие владимирцы, шли гулять на Соборную площадь, которая тогда называлась Площадью Свободы. Там были баяны, гармошки, особенно собирались родной совсем, двоюродные сестры, братья. У нас у самих было два гармониста с песнями, с частушками, шли на елку. А на елке уже разбегались, там, где веселее музыка играет, туда и плясать. Где поют, туда петь. Песня кончилась, идем там, где играют, плясать. Свои гармонисты обижались. Но к нашим гармонистам подходили чужие. Праздничные вечера, которые владимирцы устраивали на работе, были, пожалуй, даже интереснее современных корпоративов. Потому что люди придумывали и делали все сами. Писали сценарии, шили костюмы из подручных материалов. Образы получались самые неожиданные. Например, сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол одними из первых в городе стали устраивать настоящие представления. У нас были организованы новогодние карнавалы. У детства 60-го года, это у нас уже была традиция, каждый год, каждый лабораторий и отдел подготавливали какую-то карнавальную композицию. Притом это всегда было с какой-то тематикой. Разные сказочные сюжеты. Вот здесь, например, Шамаханская царица, царь Салтан, сцены, мушкетеры. Они привлекали и своих мужей, и жен, и детей. А еще с удовольствием пели песни, одну из которых, самую новогоднюю, до сих пор точно знают все поколения. Потому что любовь к жизни и ожидание новогодних чудес вне возраста. Мусы повесили, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год, весело-весело встретим Новый год. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, Егор Хребко, 6 канал. Валерия, скажи, ты подготовилась уже к новогоднему вечеру? У меня, как у любой девушки, еще слишком много вопросов. Какой наряд выбрать, чтобы стать звездой праздника? Думаю, ты обязательно сделаешь правильный выбор. И новогодняя ночь пройдет для тебя отлично. Ведь тебе дали модные советы настоящие профессионалы. Давай поделимся ими с нашими телезрителями? Давай. Цветом 2019 года выбран коралловый. Но если вы не готовы к ярким экспериментам, не стоит расстраиваться. Выбирайте классику. Черный цвет остается актуальным. Вот такой вариант праздничного платья подойдет для нежных натур. Кружево сочетается с черным шифоном, контрастирует с цветом кожи. Хотите быть поярче? Обратите внимание на детали. Если говорить о праздничном наряде, можно выбрать черный, инкрустированный, например, пайетками. Посмотрите, как красива фактура и декор на черном смотрятся. Бояться ярких деталей, говорят стилисты, не стоит. В моде все блестящее. Стразы, пайетки, люрекс. Среди ткани на первое место выходят дорогие. Бархат, парча и шифон. В них можно выглядеть празднично, даже в повседневном образе. Для узкого круга друзей можно подобрать такой комплект. Махеровому свитеру праздничность здесь придает люрексовая нить. Добавить изысканности в образ можно с помощью вот такого бархатного топа. Есть модные варианты для более экстравагантных особ. Уже несколько сезонов в моде остаются актуальными перья. Перья могут присутствовать в виде декора, дополняя простой силуэт платья, делая его нарядным. Либо выполнять функцию аксессуара, например, как на этом махеровом свитере. Такая нежная брошка, она очень хорошо гармонирует и придает нарядности образу. Еще один тренд, переходящий из сезона в сезон кюлоты. Это широкие брюки или юбка брюки. Они могут быть разной длины из разных материалов. Для праздничного наряда выбирайте модели с интересными деталями, например, бархатными вставками. Любители брючных костюмов могут составить еще один модный лук. Для любителей классики и не только хочу предложить, даже настаиваю, на обычном брючном костюме, который имеет жакет в стиле смокинг. Такой вариант будет беспроигрышно смотреться на любом мероприятии. Особенно, если вы его будете комбинировать, вот, например, с таким шелковым изящным топом. При составлении модного образа важно помнить, не одежда красит человека, а наоборот. Так что главное в наряде – это комфорт. Тогда его хозяйка будет блистать особенно. Валерия Саенко, Артем Горчаков, 6 канал. Вы наша последняя надежда. Помогите. Как часто нам приходится слышать этот крик души от жителей нашего региона. Мы получаем десятки звонков и электронных писем от наших телезрителей. Уходящий год не стал исключением. Люди жаловались на отсутствие тепла, света, разрушенные аварийные дома, плохие дороги. Мы разбирали как личные неурядицы, так и проблемы целых населенных пунктов. Наши коллеги проанализировали репортажи 2018 года. И сейчас расскажут о тех, кому 6 канал помог справиться с проблемами. В этом году мы не раз ездили в поселок Ставрово. Сначала к нам обратились люди, у которых проблемы со здоровьем. Дело в том, что в местной больнице было плохое обеспечение бесплатными лекарствами. Лечение – все за свой счет. Так и говорят. Лечение – все за свой счет. Сначала мы закупаем лекарства, медикаменты. Нам терапевт выписывает все, что нужно. Мы закупаем и с своим приходим. Там бесплатно только медсестра, ее работа и шприцы. Жаловались на то, что бесплатных лекарств не хватает и сами медики. Об этой проблеме мы сообщили в департамент здравоохранения. Они провели проверку. В результате ситуацию удалось урегулировать. Нужные препараты были заказаны. Но на этом несчастье жителей Ставрово не закончились. Коммунальные проблемы сыпались на людей с незавидной регулярностью. Возникали перебои с водой, отоплением и благоустройством. Должны были вот такие же низкие бордюры сделать у подъездов. Но не сделали их. А по факту получается? По факту вот только вот такие огрызки, обрезки у нас получили с тротуара. Причем на эту работу с собственников собирали деньги. После очередного нашего репортажа в Ставрово все-таки приехала комиссия департамента ЖКХ с проверкой. Проблема самая основная это несогласование мнений администрации и жителей. Жители хотят одно. Администрация принимает решения, которые жители не готовы принять. И поэтому вот опять жители возмущаются. С ними проекты не согласовываются, что является грубейшим нарушением. Приезжала комиссия профильного департамента после нашего репортажа и в поселок Колокша. Жители одного из домов замерзали в собственных квартирах. После проверки батареи потеплели, а вот перерасчет собственникам сразу не сделали. По поводу перерасчетов мы предоставили. Если жителям или кому-то там нужны эти акции, без проблем, мы всегда предоставим. И уже они должны, наверное, будут обратиться в ресурсоснабжающую компанию, которая им предоставляет услугу за перерасчетом. Вмешались мы и в ситуацию с отсутствием тепла и электричества в домах в микрорайоне Владимира Веризина-2. В квартирах у собственников стоят электрокотлы. Но в новом микрорайоне регулярно возникали перебои с электричеством. Вот и в холодные дни октября его снова отключили на 6 часов. О проблеме мы сообщили в департамент ЖКХ новому руководителю Илье Потапову. Через 15 минут после звонка Свет Веризина появился. Стали смотреть документы. Как выяснилось, документов у управляющей организации необходимого комплекта документов не было. Но мы понимаем, что на улице минусовые сейчас температуры. Срочно было принято решение принять заявление от управляющей компании. Эти шаги были необходимы сделать для того, чтобы мы могли оперативно еще вчера вечером, уже к половине пятого, подключить по постоянной схеме, дать напряжение в данные жилые дома. В темноту погружалось и село Крапивье Суздальского района. С наступлением сумерек из дома в этом населенном пункте лучше было не выходить. Освещения на улицах почти не было. Тем не менее, местные власти все-таки проделали определенную работу и осветили Крапивье. Нам нужно проводить свой световой кабель. Это порядка, мы уже изучали вопросы, это 440 метров, 11 опор. Такая ситуация. Сейчас на данном этапе мы проект делаем, рассматриваем, заказчиками разговариваем. Я думаю, что сделаем мы в ближайшие, ну, до конца месяца вряд ли у нас получится сделать. Но в начале декабря, я думаю, все вопрос решится. Журналистское расследование мы провели и в Камешково. Там некоторые из местных депутатов обеспокоились судьбой полутора миллионов, которые местная администрация выделила на пять грантов. Но спустя два года ни один из проектов не был реализован. Этим материалом заинтересовался региональный следком. По версии следствия, дело было так. В марте 2017 года руководитель ООО через своих знакомых в сфере торговли осуществил закупку предметов, заполучив товарные чеки на завышенные суммы. А затем, создавая видимость исполнения условий использования гранта, через счета сторонних организаций обналичил 300 тысяч рублей и присвоил субсидию. Ежегодно мы снимаем репортажи про незаконную уличную торговлю. И вот в этом году власти все-таки услышали СМИ и собрали всех торговцев вне закона в одном месте, тем самым очистив улицу Батурина от приезжих предпринимателей. На улице Ростопчина только после обращения собственников на телевидение спилили дерево, которое нависало над тротуаром и при порыве ветра могло упасть на голову прохожему. Помогли мы и жителям одного из домов на улице Фатьянова, собственникам квартиры новостройки, что по соседству с новой 49-й школой сообщили, по их детской площадке должен пройти школьный забор. Совместными усилиями придомовую территорию удалось отстоять. Буквально на следующий день, после того, как мы позвали телевидение, они уже дали ответ, что эти работы будут выполнены. Абсолютно новый, никаких ремонтов, абсолютно новый асфальт подъездной, абсолютно новую дорожку сделали для мамочек с колясками, укрепили сеткой, вот последние подготовительные работы уже проходят. Мы очень довольны, забор оставлен в порядке, площадку мы никуда не подвинули, ни на сантиметр, детишки у нас играют. Поспособствовали мы и ремонту дороги возле торгового центра в восточном районе города. После выхода сюжета ее привели в порядок и засыпали аварийное участок, по которому ездят машины и ходят пешеходы. К нам обращались и инициативные граждане с улицы Красносельской. Они просили пешеходный переход через дорогу. Теперь зебра на проезжей части нарисована, стоят и соответствующие знаки. Ситуация совсем изменилась, машины останавливаются, тормозят. Правда люди еще не привыкли совсем, но я думаю со временем все будет хорошо. Во-первых, спасибо вам за содействие. Нерадивое руководство СНТ Уварова было оштрафовано за несоблюдение правил благоустройства и содержания территории. Возле центрального входа сады образовалась гора мусора. Об этом проверяющие узнали также от журналистов 6 канала. Помогла наша съемочная группа и звукорежиссеру Никите Родину. Молодой человек сдал в аренду музыкальную аппаратуру роллер-школе. За долги собственник помещения опечатал спортзал и технику не хотел отдавать. После нашего вмешательства месячный конфликт между сторонами был улажен прямо в день съемок и оборудование вернули законному владельцу. Так что если и у вас есть проблемы, которые не решаются, звоните 366666 и мы постараемся помочь. Юлия Кузнецова, Алексей Дудин, 6 канал. До нового 2019-го остались считанные дни. Настало время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Мой коллега Алексей Домнин узнал у владимирцев, чем запомнится им уходящий 2018-й и чего они ждут в новом году. Чтобы здоровье было у всех самое хорошее, чтобы никто не болел, чтобы было всегда благополучие в семьях, у родственников, у детей, чтобы все было самое хорошее. Самое главное здоровье всем, только здоровье. Остальное только от этого зависит все. Я желаю мира, чтобы у нас все-таки люди не особо грустили, чтобы у всех все, что они задумали, исполнялось. Ну, еще что. Здоровья всем, счастья, чтобы никто не ссорился, чтобы был мир. Я желаю всем успехов в труде, в учебе. Конечно, всем здоровья крепкого. Всем удачи, чтобы в следующем году сбылись все те желания, которые не сбылись, к сожалению, в этом. Как ощутить сказочную атмосферу, где встретить самую волшебную ночь года и куда отправиться в длинные праздничные выходные? Мои коллеги подготовили для вас специальную новогоднюю афишу. Представляем ее вашему вниманию. Новогодние чудеса уже начались. Представления и музыкальные спектакли для владимирцев в эти дни проходят в разных учреждениях культуры. Многие из них продолжатся и в январские праздники. Любителей сказок ждут встречи со змеем Горынычем, Щелкунчиком, Морским Волком и Храбрым Зайцем. А еще новогодний детектив в поиске потерянной звезды и даже снежного человека. Встречать самую волшебную ночь года на Соборной площади можно будет, начиная с 23.00. В это время там начнется праздничная трансляция одного из федеральных каналов, в том числе и традиционное обращение президента. А в час ночи на площади стартует дискотека. В это же время праздничные танцевальные программы начнутся на площади Победы в Центральном и Добросельском парках. Кроме того, 31 декабря с 23.00 встречать Новый год приглашает Парк Дружба. Продолжат танцевать владимирцы 1 января. В 8 вечера на Соборной площади вновь начнется праздничная дискотека. На следующий день с 14.30 там же проведут интересные развлекательные программы для детей и взрослых. А в Парке Дружба 2 января детский праздник «Новогоднее чудо» начало в 11.30. 3 января Центральный парк приглашает на День рассола. Народное гуляние начнется в полдень. На Соборной площади в этот же день с часа дня владимирцев и гостей города будут удивлять познавательным представлением от Владимирского планетария и концертной программой «Новогодний серпантин» от Городского дворца культуры. В полдень 4 января на Соборной площади всех ждет праздничная программа «Снег кружится». На улице Мира в этот день проведут народное гуляние. Оно начнется в 18.00 на площади перед Домом культуры. 5 января в 11 утра в Добросельском парке пройдет семейный праздник на свежем воздухе. С 14.00 на Соборной площади также начнется развлекательная программа для детей и взрослых. А в 15.00 там же представление Муромского театра кукол. В рождественский сочельник 6 января в полдень юных владимирцев на Соборной площади также ждет кукольное представление. А в 14.00 всех собравшихся научат каледовать. В загородном парке в полдень в этот день проект «Самовар-пати». Посетителей порадуют конкурсами и развлечениями. 7 января отмечаем светлый православный праздник – Рождество. В этот день интересные игры и программы для жителей и гостей города подготовили парки. В полдень на Соборной площади также пройдет театрализованное действие, которое познакомит участников с рождественскими традициями и забавами. 8 января в полдень на Соборной площади начнется игра «Квест», а затем интересная программа от одного из городских парков. С подробной новогодней афишей можно познакомиться на сайте мэрии. Троллейбусы и автобусы в новогоднюю ночь будут ходить по Владимиру бесплатно. Глава администрации Андрей Шохин распорядился организовать движение общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Пять новогодних автобусных и троллейбусных маршрутов составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться на общественном транспорте во все основные районы города. Причем платить за проезд не придется. Работать специальные праздничные маршруты начнут в половине первого ночи, а закончат в 4.30 утра. Всего будет задействовано 10 троллейбусов и 22 автобуса. Интервал движения составит 10-15 минут. Подробную информацию о маршрутах можно найти на нашем сайте 6tv.ru. И в завершении выпуска поэтический сюрприз. По традиции, каждый год поздравлений в стихах для зрителей 6-го канала сочиняет Владимирец Георгий Марков. Физик-ядерщик на пенсии посвящает свое произведение символу наступающего года и напоминает, кто из выдающихся личностей когда-то появился под знаком восточного зодиака. Не стал исключением и грядущий год свиньи. Год с хрюшей. Наш генетический сосед. Кабан, вепрь, хрюша, поросенок. Набор альтернативных черт заложен в нас еще с пеленок. И в предстоящий Новый год их случай проявить придет. Волнует чувство мысль одна, что в гороскопе нет слона. Маршак рожден и Чингисхан. Рокфеллер, Челдыш, Томас Манн. Бернес Марк с ними заодно легенда нашего кино. Уважаемые владимирцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. С пожеланиями успехов, здоровья и всего-всего наилучшего. На этом наш праздничный выпуск подошел к концу. Вся редакция шестого канала поздравляет своих телезрителей с наступающим Новым годом. Пусть в 2019-м у всех нас будет больше поводов для хороших новостей. А мы увидимся с вами уже в следующем году. С наступающим Новым годом! Погода ООО «Блюз». Только шесть дней во Владимире. С 3 по 8 января у Владимирском экспоцентре работает праздничная новоторская ярмарка за шубой. Размеры от 42 до 60. Цены выгодные, скидки, подарки. Синоптики прогнозируют сегодня ночью в Владимире пасмурную погоду, выпадет снег, температура воздуха составит 12 градусов ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет малооблачно, возможно, небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 8, минус 9 градусов по Цельсию. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров рудного столба, влажность воздуха 88%. За шубой только шесть дней во Владимире работает праздничная новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка продажа натуральных шуб. Для вас мутон, нутрия, каракуль, российская норка премиального качества. Праздничные скидки, подарки за шубой на новоторжскую ярмарку во Владимирский экспоцентр с 3 по 8 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова